Итоги уходящего четверга подбудут наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. В Абруйске Альпы коммунальщики в режиме 24 на 7 занимаются вывозом снега. Здесь он подвергается так называемому рыхлению, для того, чтобы снеготаяние более активно шло. Где складируют глыбы из льда и кто контролирует процесс? Не доехал. В Абруйском районе опрокинулась фура. Есть ли жертвы? Попасть в яблочко. Город принимает спартакиаду по стрельбе из лука. Программа взята с международных соревнований, как проводятся и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Сколько продлится турнир? А также вопросы безопасности, День народного единства и весенняя зима. На пятницу прогнозируется до плюс 12. Ждать ли дождь? В 2021-м на страну обрушился снегопад. Последствия циклона «Волкер» специалисты устраняют по сей день. Для складирования снега в Абруйске предусмотрены две временные площадки. На Энергетиков и в районе поселка Титовка. Бабруйск, 11 утра. На временной площадке складирования снега по энергетикам вовсю кипит работа. Одни самосвалы уезжают, другие приезжают. В кузовах сугробы с улиц, парковок торговых центров, подмостков, остановок и автозаправок. Ежедневно здесь выгружают около 500 кубометров снега. Работа ведется круглые сутки. Здесь он подвергается так называемому рыхлению, для того, чтобы снеготаяние более активно шло. Ну, укладывается определенным образом по краю рабочей карты. То есть эта площадка, она обвалована по периметру. В весенний период, когда снег растает, данный земельный участок будет рекультивирован, то есть верхний плодородный слой почвы будет снят, вывезен на полигон, для того, чтобы исключить дальнейшее загрязнение земельного участка. Эта площадка утвердена распоряжением горисполкома, эксплуатируют ее ДЭП. Здесь оптимальный рельеф местности и отсутствуют залегающие грунтовые воды. Еще один важный аспект – удаленность от жилых объектов и учреждений образования. Масштабы второго полигона, что в районе поселка Титовка, впечатляют куда больше. Территория порядка 40 тысяч квадратов. Шум мотора здесь не прекращается. Сначала бульдозер утрамбовывает снег и сбивает его в кучу. Так он выравнивается и становится меньше. Затем сверху выгружают свежую партию. Столько снега на этой площадке не видели как минимум несколько лет. Но 2021-й всем напомнил, как выглядит настоящая зима. Сейчас этот объект заполнен уже на 80%. Кругом целые горы и глыбы изо льда. Но снежная свалка – это не просто голый пустырь, а настоящий рабочий объект. С отапливаемой будкой, сторожем и круглосуточным режимом работы. Машины здесь принимают по талонам. Это исключает, например, разгрузку мусора или песка. Второй по этому талону. И смотрим на снег больше, и не снег. И показываем, куда выружать снег. То есть контроль осуществляется такой серьезный? Да, да, контроль серьезный осуществляется. Потом идем с утра на начальный участок, это все сдаем. Записываем и все сдаем. Циклон «Волкер» оказался щедрым на осадке. Работы еще много. Для уборки улиц города задействовано 125 сотрудников и 27 машин. Контролируют состояние двухснежных площадок экологи. Мы со своей стороны совместно с лабораторией аналитического контроля проведем пробы земли на наличие загрязняющих веществ. В случае, если будет превышение, лицо, эксплуатирующее площадку, будет привлечено к административной ответственности. И будет предъявлен вред, причиненный окружающей среде, если будут превышены нормы загрязнения данного земельного участка. То есть от того, как будет выполнена рекультивация, зависит частота этого земельного участка и возможность его использовать в дальнейшем. Почему? Потому что повторно использовать временную площадку для складирования снега допускается только в том случае, если по результатам проведенных анализов проб не выявлено превышение нормативных показателей загрязняющих веществ. Но до календарной весны всего 4 дня. Какой будет следующая зима, остается только гадать. Что же касается Бавруйских альб, то таять они будут в зависимости от объемов. В тех местах, куда не прокрадываются солнечные лучи, снег может лежать еще очень долго. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360. Не справился с управлением, в Бавруйском районе опрокинулась фура. Авария случилась на 28-м километре автодороги Бавруйск-Глуск. За рулем ДАФа находился 34-летний житель Гомельской области. Больший груз, как сообщается, выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в Кювет и опрокинулся. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Увеличение экспорта, открытое голосование и золотая рыбка. С марта в стране будет действовать запрет на лов щуки. В каких районах? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент сегодня принял с докладом государственного секретаря Совета Безопасности. В частности, скоро будут внесены изменения в документы, регламентирующие деятельность Совета. Полезным, по мнению Александра Лукашенко, может стать опыт России и Казахстана. На закрытой части встречи говорили и о кадровом составе. Еще одна тема – обеспечение стабильности в стране. Президент уверен, нужно предусмотреть любые сценарии развития событий. Министерство промышленности планирует нарастить в этом году экспорт более чем на 10%. По словам главы ведомства, 2021 начался успешно. По предварительным данным, темпы роста поставок в январе превысили прогнозные показатели. В феврале эта тенденция сохраняется. В частности, такие крупные игроки, как БМЗ и БелАЗ, уже имеют портфель заказов на первое полугодие. В стране открыто голосование по выбору даты Дня народного единства. Среди предложений 17 сентября и 14 ноября. В 1939 году в эти две даты начался и завершился процесс воссоединения с Западной Беларуси и БССР. Сделать свой выбор можно на сайте Всебелорусского народного собрания. Запрет на ловщуки будет действовать с 1 марта в большинстве регионов Беларуси. Желающим нарушить правила следует помнить об ответственности. За каждую незаконно добытую рыбу придется заплатить по 9 базовых величин. Более того, причинение вреда на сумму 100 и более базовых влечет уголовную ответственность. Порывистый ветер и непозимнему тепло ожидается в Беларуси 26 февраля. По прогнозам будет переменная облачность без существенных осадков. В утренние часы местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедится. Днем облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1 до 11 выше нуля. В Беларуси выздоровели выписаны 273 146 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 282 898 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 841 780 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Видомства ожидают третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от новых штаммов. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Сейчас в стране продолжается вакцинация. Привиты почти 25 тысяч человек. Спортивные купидоны. В Бобруйске проходит чемпионат Беларуси по стрельбе из лука. В комплекс «Гелиус» съехались лучники со всей страны. Порядка 100 представителей различных школ. И это уже рекорд. Второй из четырех соревновательных дней посетила и наша съемочная группа. Спортивная история Артема Богдановича началась в 13. Тогда решил попробовать себя в роли лучника и не прогадал. Сегодня парень, мастер спорта, призер и победитель различных турниров, входит в состав национальной сборной. На домашнем чемпионате кроме первого места ни о чем даже не думает. Позади тяжелые тренировки. Неделю стоял около щита, потом выходили на дистанцию, по мишени стреляли. Подготавливали лук. Изобретенные еще в эпоху мезолита лук и стрелы сегодня претерпели ощутимые изменения. Сейчас стрельбой добывают не пищу, а медали. В том числе и олимпийские. Скорость стрелы может достигать 270 км в час. Концентрация у спортсменов колоссальная. Когда участник натягивает тетиву, кажется, все замирает. К слову, спартакяда в Бавруйске уже успела побить как минимум один рекорд. В город съехались почти 100 представителей различных школ со всей стороны. Это самый многочисленный турнир в этой возрастной категории. Ребята не старше 17. Конечно, есть уже, скажем так, участники, которые уже являются мастерами спорта. И они, конечно, представляют собой ближайший резерв. И национальная команда, и сборная команда. И претендуют на участие в международных соревнованиях даже уже в этом году. Днем ранее спортсмены, как говорится, пристрелялись, привыкли к залу. Сегодня квалификация. По ее итогам формируется соревновательная сетка. Слабейший попадает на сильнейшего. Называется это «Олимпийский круг». Завтра будут соперничать в командном зачете. В заключительный день турнира определят лучшего в личном первенстве. Программа взята с международных соревнований, как проводятся и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Стараемся максимально приближенно проводить соревнования к международным стартам. В составе областной команды четыре представителя местной школы. Две девушки и столько же парней. Стоит отметить, только в трех городах Беларуси есть специализированное отделение по стрельбе из лука. Кроме Бобруйска, это Могилев и Брест. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Бобруйский совет ветеранов подвел итоги пятилетней работы. Местом встречи стал бывший дом офицеров. С 2016 по 2021 объединение проделало колоссальную работу. Это улучшение материального и жилищного положения ветеранов, патриотическое воспитание молодежи, участие в самых значимых городских мероприятиях. В условиях пандемии в 2020-м ни один ветеран не остался без внимания. 113 человек на День Победы было у нас ветеранов Великой Отечественной войны. И все они были поздравлены, не были забыты ни один. На дому. Мы спрашивали разрешения у родственников и посещали на дому. Бобруйский совет ветеранов – это 47 тысяч человек. Люди, заслуженные в различных сферах – от экономики до спорта. Сегодняшний разговор длился почти полтора часа. Главным итогом стал план дальнейшего развития организации. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова